Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале Экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона», и сегодня вторая глава. Давайте перед тем, как начнем ее читать, вспомним о том, что Священное Писание говорит о трех видах людей по их отношению к божественной мудрости. Одна группа людей — это те, кто исполняют волю Божию, и они называются мудрецами. Вторая группа людей — это те, которые отвергают волю Божию, причем отвергают осознанно, обдуманно. И такие люди называются безумцы. И третья категория людей, Священное Писание их называет простецы, это те, которые не задумываются о воле Божией. Так вот, вторая глава — это глава, в которой говорится о тех людях, которые отвергли волю Божию, отвергли божественную премудрость, и приводят аргументы, почему не надо почитать Бога. Из этой главы не видно, что вот эти неправомудростующие, как они здесь названы, — это люди-атеисты. Нет, скорее, это люди, которые верят в Бога, но это никак не влияет на их жизнь. Итак, начнем. «Неправоумствующие говорили сами в себе. Короткаясь, перескорбна наша жизнь, и нет человека спасения от смерти, и не знает, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем, как небывшие. Дыхание в ноздрях наших дым, и слово искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, сердце, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух. И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнится в делах наших. И жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца, и отягченной теплотой его. Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается». Я прочитал один отрывок, дальше мы будем читать еще, но давайте здесь остановимся. Здесь первый аргумент против того, что надо быть верующим. Мы умираем, и после смерти никто не возвращается. Неправоумствующие — это те, кто именно так и говорит, кто не верит в вечную жизнь. Какие же аргументы? Наша жизнь — это скорбь, наша жизнь — это страдания. Все мы умираем. Более того, нет никаких способов избежать смерти. Наша жизнь — это случайность. Ну вот, наши родители зачали нас, это произошло так случайно. И также случайно наша смерть, нет никакого божественного замысла, промысла. Когда мы умрем, мы будем как небывшие. То есть, как нет людей до их рождения, так нет людей после их смерти. Очень интересная метафора, и здесь достаточно много метафор в этом отрывке. Дыхание на зрях наших дым не в том смысле, что из наших ноздрей выходит дым, а наше дыхание рассеивается, как дым. Слово, как искра. То есть, оно появилось и без следа исчезает. Она угаснет, то есть, наша жизнь, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух. Чем-то напоминает слова из экклезиаста. Тело в прах, а дыхание Господу Богу, который даст им, который дал его. Но в данном случае здесь речь не идет о том, что дыхание жизни или что-то вернется к Господу. Речь идет о том, что вот рассеется. Есть мнение среди экзегетов, что, скорее всего, оппоненты автора этой книги приводят какие-то философские взгляды, которые существовали в те времена, что вся жизнь произошла, например, из воздуха. Имя наше забудется, никто не будет нас вспоминать, мы исчезнем. Однажды мне попалась такая книга, которая называется «Настольная книга атеиста». И вот я открыл главу, которая была посвящена бессмертию. И, как ни странно, там говорилось о бессмертии. Но о каком бессмертии? Конечно, атеисты не признают бессмертие антологическое. То есть вот что-то там, кто-то там останется. И о каком они бессмертии говорили? Они говорили о бессмертии памяти. То есть пока человека помнят, он бессмертен. Но когда человека забудут, то все, он окончательно умрет. И вот, знаете, меня это очень сильно поразило, потому что я подумал, а кого помнят? Помнят злодеев, помнят великих завоевателей, помнят там тех, кто сотворил что-то такое страшное. Если спросить у обычного человека, ты знаешь, что такое Александр Македонский? Скорее всего, скажу, ответьте «да». Но если спросить про его учителя, ну, наверное, половина людей даже не слышали это имя. А его учитель был Аристотель. Да, величайший философ, но все-таки он менее известен, чем Александр Македонский. Поэтому вот с точки зрения атеиста, и здесь, и автора, и того, с кем спорит автор книги, человек исчезает, когда исчезает его память. Исчезает память о нем. Так и получается, что если человека помнят, он живет, а если его, чтобы его помнили, он должен сотворить что-то великое. Но обычные люди не сотворяют такого великого. И, соответственно, они умерли, память о них исчезла, и, значит, и они тоже исчезли. И аргумент в пятом стихе, который звучит достаточно часто от неверующих людей, «Ис смерти никто не избежал, никто оттуда не возвращался». Я прямо цитирую. «Оттуда никто не возвращался». И да, в этой книге тоже говорится, что нет возврата от смерти, ибо положено печать, и никто не возвращается. Автор книги просто приводит мнение. Дальше он будет спорить об этом. Но давайте посмотрим, какие еще аргументы приводят неверующие. «Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью, преисполниться дорогими вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли. Никто из нас не лишает себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо наша доля и наш жребень». Сначала автор говорил о том, что наша жизнь – это скорби. В этом он совпадает, кстати, с мнением некоторых ветхозаветных авторов, которые говорили, что да, наша жизнь – это скорби, но делает противоположный вывод. Если для библейских авторов наша жизнь полна скорбей, и поэтому мы должны стремиться к Богу, чтобы получить вечную жизнь, то для нечестиво умствующего, неправоумствующего выход другой. Надо наслаждаться, надо получать удовольствие. Здесь перечисляются те удовольствия, которые были на перах в древнем мире – вино, благовония, цветы. И вот будем есть, пить и веселиться. В этом смысл человеческой жизни. И это тоже аргументы, которые звучат сейчас. Будем радоваться. Ради чего мы живем? Ради того, чтобы там поесть, хорошо одеться, куда-то там съездить, не знаю, куда-то сходить, что-то увидеть. В этом перечислении нет вечной жизни. Почему? Потому что наступит смерть, и все умрем. Ну и, наконец, следующие аргументы. Эти аргументы направлены не против скорби жизни, а против праведника. Ну давайте прочитаем. Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних сидин старца. Сила наша добудет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим. Укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа. Он пред нами, обличение помыслов наших, тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличным пути его. Он считается нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных, и тщеславно называет отцом своим Богом. Увидим истинные слова его, и испытаем, каков будет исход его, ибо если кто праведник, ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть не злобе его, а судим он на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет. Вот здесь куда интереснее аргументы неверующего человека. Как они построены? Здесь такой интересный ход мыслей. Неверующий предлагает испытать праведника или просто его унизить, оскорбить, сделать какие-то гадости ему. Почему такая мысль? Во-первых, здесь как бы такое испытание Бога. Если верующий – это сын Божий, если Бог заботится о нем, то вот в этой ситуации, в этих ситуациях мучений, скорбей, Бог должен вмешаться в жизнь и защитить своего верующего. Это первый аргумент. Второй, еще более интересный, – это то, как верующие влияют на неверующих. Они им неприятны. Для неверующего человека истинно верующий, тот, кто живет по закону Божьему, он неприятен, потому что его жизнь не похожа на жизнь неверующего. И, знаете, он является таким раздражителем. Когда я начинал читать Священное Писание, не все мне было понятно. И однажды я прочитал те слова, которые вы наверняка знаете. Христос обращается к своим ученикам и говорит, «Вы – соль земли». В то время я учился в сельскохозяйственном техникуме, и вот эта соль земли я понял, как микроэлементы, которые есть в земле. Я уже знал, что если этих микроэлементов не будет, то на этой земле ничего не вырастет. Конечно, я уже потом понял, что Христос говорит немножко о другом. Ну, вот соль. Почему Христос верующих называют солью? Ну, во-первых, соль – это то, что сохраняет от разложения. Одно из толкований. Второе толкование – то, что соль является приправой и делает пищу вкусной. То есть, так можно сказать, что верующие делают этот мир вкусным. Но есть еще одно толкование, почему соль. Если взять соль и насыпать ее на рану, то соль начнет раздражать рану и будет еще больнее. Вот в данной истории, в данном тексте верующий является такой солью, которая раздражает неверующих. Еще несколько толкований этого отрывка. Значит, неверующие предлагают притеснять бедняка-праведника. Слово «бедняк» может обозначать действительно бедного человека, но куда интереснее понять это слово как в связке со словом «праведник». Верующие люди в Ветхом Завете, а потом еще и в Новом Завете, называли себя бедными или нищими. В Нагорной проповеди «нищий духом». Что это значит? Это не означает, что этот человек действительно материально беден. Это скорее означает, что он чувствует свою зависимость от Бога. Вот по сравнению с Богом, любой человек, даже царь, он нищий. И вот как нищий, который зависит от милости, которую ему подает богатый человек, так и верующий должен ждать милости от Бога. Поэтому кого притеснять предлагают? Не только бедных, но и тех, кто чувствует свою зависимость от Бога. Непощадим вдовы. В Священном Писании часто встречается такая характеристика. Вдовы и сироты – самые незащищенные люди. И, соответственно, обижать вдов и сирот – это проявление высшего нечестия. Почему? Сила наша да будет законом правды. Кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее, тот и прав. Ибо бессилие оказывается бесполезным. Здесь такая очень интересная мысль. Значит, вот праведники не сопротивляются злу, и они проигрывают. Поэтому нужно быть сильным. Эти идеи очень распространены. Одно из обвинений в христианстве в том, что это за религия, которая призывает подставлять другому щеку. А вот там, например, язычество. Оно такое для сильных людей. Не то, что подставить другому щеку, а отомстить во много-много раз. Итак, праведник – это тот, кто мешает неверующему. Почему? Потому что все, что делает неверующий, является мерзостью. Он удаляется от путей наших, Он сторонится нас. И самое большое обвинение – то, что Он считает Себя Сыном Господа, что Он знает о Боге, и Отцом называют Бога. Одни из обвинений, которые выдвигали против христиан, да и которые там иногда выдвигают и сейчас, это то, что мы нетолерантны. То есть мы не считаем, что есть огромное количество путей, которые идут к Богу. Мы считаем, что существует только один путь Богу – это Господь наш Иисус Христос. То, что истинное знание о Боге у христиан. И более того, мы говорим, что Бог – это наш Отец. Здесь очень интересно, почему мы называем Бога Отцом. Ну, кто-то скажет, ну, потому что есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Не только. Значит, если спросить у современного человека, чья любовь сильнее или больше, отца или матери, ну, все ответят, конечно, матери. Но в древности так не считались. Мать любит своего ребенка, ну, как бы вот, ну, потому что это ее ребенок. А вот если любит отец, то вот это вот настоящая, самая-самая сильная любовь. Потому что, ну, как бы он не рожал его. Вот приняв своего ребенка, полюбив своего ребенка, отец показывает наивысшую любовь. И когда мы говорим о том, что Бог – это наш Отец, мы хотим подчеркнуть, что у нас особые отношения, наиболее тесные, наиболее близкие отношения. Поэтому Бог – это действительно наш Отец. мы себя называем, мы говорим, что Бог не только наш Отец, но мы еще и сыновья Божии, чадо Божие. Для нас верующих, об этом говорит евангелист Иоанн, когда говорит, что через веру в Иисуса Христа мы становимся чадами Божьими. Неверующие хотят, чтобы верующих не было. Закончим чтение главы. Так они умствили и ошиблись, ибо зло бы их ослепило их. Они не познали тайн Божьих, не ожидали воздания за святость, и не считали достойной награды душ непорочных. Бог создал человека для нетления и садил его образом вечного бытия своего. На зависть и дьявол вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащая к уделу его. Давайте разбираться. Значит, вот те аргументы, которые приводят неверующие, они выглядят действительно умными. Но это ошибочные аргументы. Да, действительно, очень трудно бывает спорить с такими, знаете, житейскими аргументами. Вот человек умрет, и после смерти никто не возвращается. А чем вы докажете, что после смерти есть жизнь, говорят нам неверующие? Ну, чем мы можем доказать? Вот если бы кто-то вернулся бы, и это было бы так вот массово, под камеру, то и он бы рассказал бы. Ну, можно что-то было бы поговорить. И то бы неверующие придумали какие-нибудь аргументы о каком-нибудь там посмертном опыте, сужение там зрачков, там кислородного голодания и так далее. Или сложно спорить еще с таким аргументом, когда действительно праведник, человек, живущий по закону Божьему, вдруг начинает там страдать, болеть, или у него что-то какое-то настроение получается. и как бы вопрос, а где твой Бог? И что можно ответить? Да, мы можем сказать, что Бог рядом с нами, что он слышит нас, что он заботится о нас, но для верующего человека это будет аргумент, а для неверующего, увы, нет. И вот эти умные аргументы, но это они все равно ошибочны. Автор книги говорит, что злоба, злоба против закона Божьего ослепляет людей, и они не могут познать Бога. Это такой очень интересный аргумент, что грех – это та вещь, которая противится познанию Божьему. И когда человек действительно грешит, когда он наслаждается своим грехом, ему очень сложно обратиться к Богу и услышать, что он грешник, что надо исправлять свою жизнь. Эти люди не ожидают воздаяния за святость. В данном случае святость – это жизнь с Богом, жизнь в непорочности, влечет за собой награду, но неверующий считает, что этого нет. И, наверное, вот самый интересный момент. Бог создал человека для нетления. То есть, Бог, создавая человека, не создавал его смертным. То есть, Бог не хотел, чтобы люди умирали. Но зависть и дьявол вошла в мир смерти. Мы знаем эту историю грехопадения. Вот причина, почему дьявол искусил человека, называется зависть. Почему? Почему зависть? Потому что только человек является образом Божьим. Только человек поставлен владыкой над этим миром. не ангелы, не самый главный ангел, Деница. Именно человек. И вот в этом была зависть дьявола, которому это не понравилось. В мир вошла смерть. И испытывают ее, принадлежащую к уделу его. Значит, понятно, что каждый из нас умирает. Но в данном случае автор говорит не только про физическую смерть. Он говорит, прежде всего, про смерть духовную. Когда человек отлучает себя от Бога. Смерть в Библии это разлучение с Богом. Оно может произойти в момент физической смерти, но может произойти и уже после смерти. Евангелист Иоанн в Апокалипсисе говорит, что человек, который жил с Богом, над ним не страшна смерть вторая. Смерть первая это смерть физическая. Смерть вторая это окончательное разлучение человека с Богом. То есть преисподняя. И вот, скорее всего, автор этой книги говорит именно о второй смерти. То есть те, кто с сатаною, они испытают вторую смерть. Смерть в преисподней. Хорошо. Мы с вами прочитали вторую главу книги «При мудрости Соломона». Мы были с вами на библейском портале Экзегет. И меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Спасибо за внимание. «При мудрости Соломон». Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. «При мудрости Соломон».